Здравствуйте, дорогие друзья! Любое действие, любой урок, который мы проводим, любая какая-то митцва, она важна сама по себе и важна сила кавана, и также в молитве во всем. То есть то усилие, которое внутри, можно взять молитву, да-да-да-да, проторахтить и все, а может человек вложить себя полностью в нее. Вот это вот, если спрашивать, с чем это сравнивать, сама митцва или само действие, ну возьмем молитву, молитва, это, скажем, цифра единица, двойка, тройка, что хотите. А вот внутренний настрой на эту митцву, это нали. То есть это может быть 10, может 100, миллион, то есть все зависит от внутренней каваны. Чтобы молитва была услышана на 100%, надо верить в нее на 100%. Вот внутренняя вера, внутренняя такая, которая, ну, я не знаю, заводит человека, побуждает его всерьез молиться или что-то делать, она и засчитывается как конечный результат. К чему мы сегодня это рассказываем? Есть такой внутренний огонь, написано «огонь угас». После того, как народ жаловался, появился огонь, спалило планы людей, возвал Маше и огонь угас. Раша объясняет, что огонь погрузился под землю. Есть удивительный медраж, который говорит на тему вот этого провалившегося под землю огня, он говорит, что огонь провалился, но не погас. Он опустился под землю и не возвращался на прежнее место, но вошел в шатер откровения и так потихоньку распространился на всех сердца людей зашел. Вот таково она, которая есть, если разжечь этот огонь, обязательно человек может пробудить в себе невероятную силу от того огня, который был в то время. Есть короткая история, чтобы понять ее. В свое время, 50 лет назад, в Ишиве-Паневежис, был ученик, который не находил удовлетворения в Торе, больше в общественных делах. Выгнали с одной Ишивы, пошел в другую. И вот его друг, который о нем переживал, попросил Хазуан Иша принять их. Они пришли к Хазуан Ишу, очень рано спросил, о чем учили вас, тот еле ответил ему. Он так достаточно снисходительно к этому отнесся. И начался рассказывать ему очень много обморет, осафот, там всякие очень будрые истории. Это вызывало радость. Внезапно он задал им очень сложные вопросы. Даже парень, который с ним пришел, учивший, другого не смог ответить. Он говорит, не страшно, поспрашивайте, все, и приходите попозже. Через день, через два часа. Они вышли, а парень этот вернулся назад, подошел к Хазуан Ишу и говорит ему, что я ведь привел его из-за деятельности его в молодежной организации, а вы ему ничего не сказали. Тут Еши и пребывание под угрозой у него. А вы молчите. И Хазуан Ишу сказал великолепную фразу, которую надо понять и запомнить. Нет возможности забрать у человека что-то, не дав ему ничего взамен. Каждый раз, когда мы говорим человеку, не делай этого, не ходи, не тетя. Надо чем-то заменить это. Даже особенно это к детям относится. Просто так. Хазуан Иш, кстати, вернул этого человека своим вопросом, и он стал потом выдающимся еще и учителем Торы. Не надо губить огонь. Надо превращать его лишь в пламя жертвенника. То есть этот огонь должен быть. Без огня человек, знаете, вы видели, много есть такие люди, они вроде с Торой ходят, и такие грустные, печальные, или там совсем уже, как это сказать, огонь их спалил. Не может быть, чтобы человек, приближающийся к Тории, приближающий к других, не улыбался, не светился, не был радостный. А что это скажут люди за дорога такая, которая только грустный и плачущий? Надо улыбаться. Расскажу одну историю. Во дворце одного, ну там, скажем, богатого, я знаю, раджи, была зеркальная комната. Огромная зеркальная комната со множеством зеркалов. Все из зеркалов, потолок, стены, все. И однажды в этот зал попала собака. И она застыла, как вкопанная смотрит, со всех сторон ее окружают собаки. Она зарычала на них, оскалилась. И все собаки на нее зарычали. Она залаяла, и все собаки начали лаять со всех сторон. Всю ночь эта бедная собака там лаяла, металась, пока не умерла. Утром ее нашли уже околевши. А ведь все могло сложиться абсолютно по-другому. Если бы она была что, немножко дружелюбнее. Потянула бы лапу, повеляла бы хвостом. И вместо злобного оскала увидела бы, как множество всех остальных ей улыбаются и протягивают лапу. Это надо понять, что мир это большущее-большущее зеркало, которое отражает твой внутренний мир. Этот мир возвращает тебе твое отношение к жизни. Хочешь, чтобы тебя окружали там светлые, теплые люди и события, ты должен сам становиться светлым и теплым. Улыбнись, и весь мир начнет тебе улыбаться. Надо быть умнее собаки. Браха вы от слоха, хорошего огня, полезного и хороших улыбок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!